В Кишиневе в понедельник состоялся круглый стол, в котором приняли участие не менее 100 советников и примаров, избранных по спискам нашей партии, а также представители гипмиссии, аккредитованных в Молдове. В ходе мероприятия местные избранники рассказали о давлении на них со стороны центральных властей по политическим мотивам, а также о фактах избирательной и заказной юстиции в Молдове. Вице-премар муниципи Бельцы Игорь Шевмид отметил, что местный представитель госканцелярии дает прямые указания руководителю бельской полиции, против кого возбуждать уголовные дела. Вице-премар муниципи Бельцы Игорь Шевмид отметил, что он был шефом территориальной партии Демократии Молдова. Ренат Усат, который был в 2015 в прошлом году, состоял все схемы от средствующих публиков, и в муниципе, который проводил многих компаний, создавая натролюбовая документация, привлекательная документация для тех же коллекциями и транспортных муниципалитетов. Виктор Багатько, примар города Рыжканы, заявил, оппозиционные примары преследуются повсеместно, а в частности на него уже заведено 7 уголовных дел. Финансовая децентрализация. Нам говорят о том, что мы спокойно можем самостоятельно принимать бюджет. Однако до сегодняшнего дня контрольные цифры нам спускаются с районных советов к управлению финансовым управлением. Как итог, на сегодняшний день наших примаров всех, я думаю, коллеги меня поддержат, не уходят всевозможные контролирующие, карательные органы, возбуждаются уголовные дела, проводятся следственные действия, всячески мешая работе, их средства массовой информации, нарушая всевозможные морально-этические нормы, основополагающие юридические нормы, такие как презумпция невиновности, показывают нас в виде преступников и бандитов, преследуя цель очернения наших избранников и снижения их рейтинга. В первую очередь это касается примара города Бельс, Рината Усатова, есть примары, у которых не одно уголовное дело, у меня, например, их семь, я примар шесть лет, видимо, каждые семь-восемь месяцев заводятся уголовные дела. Причем заводятся банально такие уголовные дела, когда у меня в городе центральная дорога протяженностью около двух километров, к сожалению, в момент разделения между районным советом и городским советом в 2003 году ее не взяло ни дорожное управление, ни городская власть. Я ремонтирую дорогу, на меня возбуждается уголовное дело, как я могу использовать деньги для ремонта какого-то объекта, который не находится на балансе местного совета. Не на черете, а примар города Дроки заявила, что наша партия осталась с единственной силой, которая продолжает жестко критиковать власть и правящую демпартию. По словам черете, высока вероятность того, что после этого мероприятия уровень давления, оказываемого на нашу партию, только возрастет. Игорь Шеремет, это казал премару Деболз и президенту Игорь Шереметов и президенту Ренат Усатый, но мы не можем сказать, что мы не можем сказать, что мы 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 можем сказать, Такие иллюзии иллюзии, потому что сегодня консилия из Консилия Униципального Балтия Существенных примаров и советников, впрочем, сначала пытаются купить, а когда те отказываются, начинают запугивать. Это хорошо видно на примере городка Беруинца. У меня были, так скажем, в гримиле, воноория, и я, чтобы у меня были попытки запугать наш партнер, и это очень интересная попытка, в которой я сказал, что нужно запугать партнер и чтобы выставить другие дороги, потому что ваша лидер был уехал, он занимается только с проблемами личного человека, он не имеет нужное для всех мембрия партнерства и, по этому поводу, не имею в виду. Я вам скажу, пока я не читаю declarацию, а я сказал, что мы не оставим и не уехал, потому что у нас есть попор, который мы не знаем, и мы не знаем, что мы не знаем, что мы не знаем, что происходит с дамой примарой Лабилуинтой, это, практически, сценарий, который находится в каждой примарии. То есть, это, в таком случае, с invитацией, особенно в консилии района, в таком случае, где префедатисты района, которые были представлены ПАД, наши примари были уже в начале импутатов, то, в Сынгерей, помимо примару Лабилуинта, в том числе примару Лабилуинтой, с учетом Тзамбла. У нас есть частью типа, то есть, это были примерно последними. Продолжение следует... Вторая этапа, которая уже начинает случается с предложения, с суммой важной банией, чтобы преминировать эту declarацию. И, после этого, финансирование, с приятами, в том числе, в том числе, и так далее. Тем более, на тяжестью. Николай Цепович, а в молдавскую юстицию вкладываются миллионы, однако результатов мы не видим. И не видим тех реформ, которые должны происходить. Конечно, мы понимаем и знаем, что у нас сегодня по стране есть 950 тысяч примаров, советников городских, сельских, районных, но сегодня нет возможности их всех собрать. Сегодня собрался круг примаров и круг советников, как нам позволяет зал. Но мы в любом случае, я это сказал, когда 4 февраля меня выпустили с мест лишения свободы, и сказал для себя я и моя семья, что у меня обратной дороги нет. Не знаю почему, потому что как поступили со мной, как поступили с партией, которая в 2014 году лидировала и была на первом месте. И сегодня никто не отчитался, никто не вмешался, и никто не высказался, и должны сегодня высказать. Почему? Потому что нас сняли в 2014 году нелегально. Проблемы, озвученные примарами и советниками от нашей партии, хорошо известны и тревожат депрессии, аккредитованные в Молдове. Об этом в ходе круглого стола заявил первый советник посла Франции в Молдове Джереми Петит. Продолжение следует... Университет Европы уже в феврале в декларации, что эти проблемы были в системе демократии на Республике Мургова. Дипломат подчеркнул, что за два часа до круглого стола он был в Министерстве юстиции, где министру Владимиру Чебатарю сказали, что ЕС не потерпит избирательной юстиции в Молдове.